Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я очень рада видеть вас у себя в гостях. В этом видео поделюсь с вами очень простым, легким, доступным рецептом приготовления невероятно вкусного суфле птичьего молока. В домашних условиях вы приготовите его просто на раз-два, воспользовавшись моей видеоинструкцией. Посмотрите, его можно сделать вот так в виде конфет, просто порезав на кубики. Можно сделать сначала бисквитный корж, сверху залить. Вот это суфле получится торт или пирожные. В общем, здесь уже ваша фантазия не имеет пределов и границ. Ну а я буду готовить с вами основу основ. Вкусное, легкое, волшебное суфле, которое не оставит никого равнодушным. Давайте начнем! Сразу оговорюсь, готовлю суфле птичье молоко я использую агар-агар. Его я покупаю в профессиональном магазине для кондитеров. И он у меня производства чили. На мой взгляд, это самый лучший агар-агар, который абсолютно не имеет никаких посторонних запахов. Намека на запах водорослей здесь вообще нет. И с ним легко работать. Продукт застывает просто при комнатной температуре буквально за считанные минуты. Последний раз, когда я покупала его, за 50 грамм отдала 310 рублей. Для сливочной основы нашего суфле потребуется сгущенное молоко с сахаром и размягченное сливочное масло. Я также буду использовать вот такую вот фисташковую пасту. Она придаст красивый зеленый оттенок и аромат будет необыкновенный. Вместо этой пасты можно использовать, например, какао-порошок. Сделать масляную вот эту сливочную массу, например, шоколадной. Можно не использовать вообще ничего. И у вас просто получится ванильное суфле. Но вот эту массу я также покупаю в магазине для кондитеров. И сегодня я ее добавлю буквально одну чайную ложку. У меня 150 грамм размягченного сливочного масла. Одна чайная ложка фисташковой пасты. Как я уже сказала ранее, этот шаг можно пропустить. И 200 грамм сгущенного молока. Взбиваем с помощью миксера. Взбили до однородной консистенции и пока отставляем в сторону. В приготовлении сахарного желирующего сиропа мне потребуется 3 компонента. 200 грамм сахарного песка. 10 грамм агар-агара. Сразу сухие компоненты перемешиваем, чтобы агар-агар не комковался в процессе варки. И заливаем холодной водой. Воды у меня 250 миллилитров. И также сюда для вкуса и аромата я добавлю ваниль. У меня ванильный сахар с натуральной ванилью. Ну, буквально пол чайной ложки. Кастрюлю с будущим сиропом ставлю на средний огонь. Сначала доведу до кипения. И потом чуть огонь убавлю. И буду варить до готовности. Я вам покажу, что должно получиться в итоге. Можно использовать кухонный термометр и довести сироп до температуры 110 градусов. Но у кого нет этого термометра, я вам покажу, что должно получиться в итоге. Пока варится сироп, я взобью белки. Мне потребуется 3 яичных белка. Отправляю их в чашу миксера. Сюда же я добавлю чайную ложку лимонного сока. И буду взбивать белки на высоких оборотах. Белковую массу мы взбиваем до бела, до пышности, до пиков. Заранее подготовлю форму, куда я буду заливать готовое суфле для застывания. У меня есть вот такая прямоугольная разъемная форма. Я просто-напросто кладу ее на доску. На доску предварительно застилаю листом пергамента. Вот такая вот не сильно сложная конструкция. Для формовки можно использовать вообще любую форму, даже с дном. Но предварительно ее либо пергаментом выстелить, либо пищевой пленкой. Варим сироп при постоянном помешивании. И видите, пока он жидкий. Пока еще масса не готова. И вот сейчас обратите внимание, бежит струйка, а потом она начинает прерываться. И уже такие клейкие капли. Все, сироп готов. Выключаем его, снимаем с огня. И дальше в горячем виде будем вливать его в белки в тонкой струйке. И следом, практически сразу же, чтобы масса не успела застыть, отправлю сюда подготовленную заранее сливочную массу. Делаем это все очень быстро, потому что агар-агар застывает мгновенно. И еще на протяжении буквально 30-40 секунд все это взобьем. Подготовленную массу убираем в холод, на балкон, на террасу, на лоджию. Можно просто в холодильник. Буквально минут на 5. И уже через 5 минут мы можем снять форму. Пласт полностью застыл. И можем нарезать его на кусочки. Очень нежное, вкусное и воздушное суфле в итоге получается. Вот в таком виде, обычно с посыпкой из шоколада, мы любим нашей семье подавать это суфле к чаю. Обязательно попробуйте приготовить такое суфле, потому что оно очень нежное и в то же время сливочное. Ну и, конечно же, невероятно вкусное. Всем желаю удачи! Пока! До новых встреч на моем канале! Обязательно еще увидимся! Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Корректор А.Егорова Продолжение следует...